А вы когда-нибудь задумывались, что такое Гаст? Почему он летает и постоянно плачет? Из-за чего он такой грустный? Сегодня мы постараемся ответить на эти нечасто задаваемые вопросы и, возможно, откроем ещё одну тайну. Садитесь поудобнее, с вами Грит, и мы начинаем Майнкрафт Теории. Поехали! Для начала нам нужно понять, что из себя представляет Гаст. Просто огромный летающий моб с расстроенным выражением лица. Новых игроков он может вести в заблуждение, ибо у него очень мало здоровья по отношению к его устрашающему внешнему виду. Обладает всего 10 единицами жизни. Для сравнения, у игрока их 20. Гаст один из немногих мобов, у которых урон превышает своё же здоровье. И составляет он 17 единиц от самого взрыва. Плюс, если подожжёт игрока, то с одного выстрела может очень даже убить. Дропается с него порох от 0 до 2 единиц. И довольно редкий предмет слеза Гаста. Спавнится он при любом уровне освещения и только в аду. Издаёт довольно раздражающие, а иногда даже пугающие звуки кота или чего-то непонятного. Кстати, интересный факт. Разработчики стараются, чтобы звуки звучали натурально. Так недавно они ездили к пандам, когда добавляли их в игру. Об этом они даже сняли ролик на основной канал. Но немногие знают, что звуки Гаста были записаны с кота-композитора Майнкрафта, который также известен под ником C418. Также Гаст один из трёх мобов, который может увидеть игрока на огромном расстоянии. К таким относятся Эндер Дракон, Эндермен и сам Гаст. Возможно, вы нередко замечали, что посмотрев на Эндермена с большого расстояния, он может на вас напасть. Но Гасту не обязательно ваше внимание. Он сам может к вам подлететь, нанести урона, а потом просто улететь, если ему так захочется. Если зомби и прочая нечисть пытается ярого сдогнать и нанести урон, Гаст движется на поле боя совершенно рандомно, а не в сторону игрока. Из-за чего бывают нередкие моменты, когда вы ему нанесли урон, а потом он просто взял и улетел в разгаре битвы. Но почему Гаст вообще атакует игрока и почему он плачет? Ответ на эти вопросы лежит намного глубже, чем кажется. Ибо Гаст не что иное, как привидение или чей-то дух, который мучается в нижнем мире. Сам ад – это огромная тюрьма, где заточено все зло игры. Песок душ тому в доказательство. Но что если Гаст вовсе не злое существо? Давайте разберемся. История добавления этого моба уходит в японский мультфильм «Унесенные призраками». Он напоминает призрака с белым лицом и серыми отметинами, которые также присутствуют у Гаста. При злости привидение открывает рот. То же самое, что и в Майнкрафте. Я так считаю, потому что разработчики не раз вдохновлялись японскими фильмами. Допустим, «Дарящий цветок голем» отсылается на еще один мультфильм «Небесный замок Лапута». Да что там говорить, даже «Город Энда» сделан по типу реальных зданий в Японии. Итак, вдохновленные разработчики добавляют Гаста в очень старое обновление под названием «Хэллоуин Апдейт». Тогда и добавился Гаст, а вместе с ним вырезанные тыквы и светильники Джека. Напомню вам, что Хэллоуин – это праздник нечисти, когда души умерших возвращаются на ненадолго в обычный мир. Глупо считать добавление Гаста в это обновление совпадением. Ведь не все задумывались, что если букву «А» в слове «Гаст» заменить на букву «О», то получится «Гост», что в переводе с английского значит «привидение» или «дух». Теперь мы знаем, что Гаст – это не что иное, как мучающаяся душа, возможно, несправедливо заточенная в аду. Но кто же мог с ними так поступить? До игрока в мире Майнкрафта происходило очень многое. Некоторые цивилизации разрушались, а другие только зарождались. На эту тему у меня есть тоже ролик, я оставлю ссылку в описании. Можете посмотреть историю мира Майнкрафта, если вам станет интересно. Можно ли предположить, что существовали человекоподобные мобы, населяющие мир Майнкрафта до игрока? Непонятно, чем мотивированные цивилизации изгнали Гаста в ад, и теперь они там страдают. Но наверняка Гасты никому не желали зла и были наоборот высшими существами, слезы которых могли исцелять. Если вы опытный зельевар, то знаете, что выпавшая слеза Гаста может служить ингредиентом. Для создания зелья регенерации здоровья. Или же при воскрешении дракона Эндера используются кристаллы, в крафт которых входит, опять же, слеза Гаста. Она служит элементом дарования жизни. Возможно, те, кто жил раньше игрока, выглядели так же, как и Стив сейчас. И только из-за этого, все еще обиженные Гасты атакуют только человека. И после появления Гаста в обычном мире, он снова становится свободным, улетает в небо и больше никогда не возвращается. А на этом ролик подходит к концу. Не забывайте оценить это видео лайком, если вам нравятся такие теории. И подпишитесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. А также вы можете предложить, на какую тему мне еще снять теории. Я прочитаю все комментарии, а из хороших идей сделаю ролик. А также, как благодарность, добавлю автора комментария в видео. А на этом я прощаюсь. С вами был Грит. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok